29 июля Церковь чтит память преподавномученика Ардальона Пономарёва. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Будущий преподавномученик Ардальон в миру Александр Ипполитович Пономарёв родился 22 июля 1877 года в селе Романово Верхотурского уезда в семье священника. Успешно окончил семинарию, жениться, был и рукоположен во священника. Впоследствии у них с супругой было четверо детей. Отец Александр служил на разных сельских и городских приходах. Нёс множество послушаний, был законоучителем церковно-приходских школах и земских училищах, руководил миссионерской деятельностью, возглавлял учительскую семинарию, служил благочильно. Любое служение священник проходил, отдавая ему всю свою энергию, как написано в одной из его характеристик. После революции отец Александр, несмотря на страшный голод, гонения и притеснения, продолжал ревностно исполнять пастырский долг, защищал свои храмы от закрытия, оставил при попытках передать их обновленцам, укреплял верующих наставлениями и личным примером. Это так нужно. Здесь люди не от злобы своей действуют, а это Бог через них хочет испытать моё терпение и смирение. Буду всё терпеть ради Иисуса Христа. Такую запись в эти годы он сделал в Евангелии, которые подарил своему младшему сыну Григорию, будущему известному старцу. Отец Александр сам учил сына на дому. Стараясь привить ему любовь к Богу и доверие Божьему Слову. Тридцатые годы стали для отца Александра временем испытаний и скорбей. Когда ему исполнилось 56 лет, умирает его супруга. В 1933 году протерей Александр принимает монашеский постриг с именем Ардалион. Ещё строже стала теперь его жизнь. Он полностью отдаёт себя на служение Христу и Его Церкви. В 1934 году митрополит Сергий Старогородский наградил иеромонаха Ардалиона Саном Игумена за усердное служение Церкви Божьей. Как человек здравомыслящий, отец Ардалион не мог не предвидеть, чем может обернуться для него ремностное служение. Он сам не раз говорил, что Советское государство, хотя и провозглашает свободу отправления религиозных культов, но на самом деле проводит политику по уничтожению Церкви. Однако он не мог жить иначе, не мог оставить своё служение. В 1937 году отца Ардалиона арестовали. Во время следствия 60-летний монах был единственным из десяти обвиняемых, который не признал своей вины ни на допросах, ни на очных ставках. По статистике, более 90% последственных, проходивших по церковным делам, давали признательные показания. Мало кто мог выдержать методы работы НКВД. Архимандрита Ардалиона приговорили к пяти годам исправительно-трудового лагеря. Несколько десятилетий судьба священника оставалась неизвестной для его ближайших родственников. Родные отца Ардалиона рассылали письма в несколько десятков архивов, делали запросы и, наконец, из одного из них пришёл долгожданный ответ. После приговора архимандрит Ардалион был отправлен в Архангельскую область в прессыльный лагерь города Котласа. Этот лагерь пользовался дурной славой. В наскоро построенных земляных шалашах, где зимой температура не поднималась выше 4 градусов, выживали немногие заключённые. В лагере умирало огромное количество людей, и их едва успевали хоронить. В Котласе отец Ардалион провёл несколько месяцев, а затем был отправлен в Оркуту. В полученном ответе значилось, 29 июля 1938 года Пономарёв умер от истощения в стационаре лагерного пункта. Похоронен на гражданском кладбище в отдельной могиле. В правой ноге была привязана табличка с указанием фамилии, имени, отчества и даты смерти. Исповедничество отца Ардалиона – это плод духовного пути, по которому он следовал всю свою жизнь. Любовь к Богу и ближним, молитва, принятие Божьей воли, деятельное исполнение евангельских заповедей – всегда были главным для него. Мученичество же явилось лишь венцом его святой жизни. Преподобномученик Ардалион Пономарёв прославлен 20 августа 2000 года и включён в список Собора Новомучеников и Исповедников 6 октября 2008 года. Субтитры создавал DimaTorzok